Всем привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня в видео хочу вам показать, как вырезать объект из фотографии в Adobe Illustrator. В Photoshop я вам показывал, можно будет посмотреть видео, я там подсказочку оставлю. А в Illustrator не показывал. Вот сегодня видео об этом. Итак, открываем Illustrator, перетаскиваем сюда какое-либо фото, из которого вам необходимо вырезать объектик. Вот на примере вот этих замечательных цветочков я вам покажу, как это делать. Итак, вот мы перетащили с вами изображение. Выбираем инструмент Piro, он же Pen Tool, по-моему, в зарубежной версии. Убираем ему и заливку, и обводку, то есть вот этот символ нажимаем, чтобы они выглядели вот таким образом. Теперь инструментом Piro начинаем потихонечку выделять нужный нам объект. Ну, я так не сильно точно сделаю на грубую, чтобы сильно долго вас не задерживать. И все равно, наверное, ускорю видео. После того, как результат выделения вас устраивает, ну, тут, конечно, есть для чего докопаться, но для примера пойдет. Вы, ну, вот у вас сейчас этот контур выделен, вы помимо него выделяете еще само изображение. Нажимаете правую кнопочку и нажимаете создать обтравочную маску. Либо, вот вы все выделили, нажимаете Ctrl, плюс семерочка. Все, у вас создается обтравочная маска по тому, как вы выделили Piro. И таким образом у нас остается выделенный объектик. Но он сейчас у нас, так как это обтравочная маска, за ним телепается вот эта вот вся остальная фотография. Видите, вот этот вот крест, это означает, что там фотография. Если мы раскроем вот эту вот группу, мы увидим здесь самообтравочный контур и фотографии. Если мы нажмем на глазик на обтравочном контуре, у нас вернется фотография. Вот, то есть мы скрываем этот контур, обтравочную маску и видим всю фотографию. Если у вас задача вот эти вот маленькие изображения где-то использовать, то лучше вам пересохранить вот это вот отдельно в PNG, потому что если вы кучу таких изображений накидаете и оставите вот в таком виде, скорее всего иллюстратор начнет подтормаживать, особенно если железо слабое на компьютере. Поэтому рекомендую сохранить это в PNG, файл, экспорт, экспортировать как, здесь выбрать PNG, каким-то образом его назвать, использовать в монтажной области можно в принципе здесь не нажимать, экспорт, ок, там настройки 300 ppi не показало, давайте еще раз файл, экспорт, экспортировать как, выбираем PNG, выбираем название, экспорт, так, перезаписать, да? Вот здесь вот разрешение, я рекомендую использовать 300 ppi, но не ошибетесь ни для чего, и здесь в принципе можете ничего не менять, вот главное, чтобы здесь цвет фона стоял прозрачный, но по умолчанию он скорее всего будет и стоять прозрачный. Все окей, нажимаете, и ваша PNG, я ее на рабочий стол где-то сохранил, ваша PNG, вот она сохраняется, закидываете ее обратно в иллюстратор и уже работаете с ней. Вот, а вот это вот можно удалить. Все, теперь это у нас маленькая PNG-шечка без фона, без вот этой всей оставшейся части фотографии. И так можно на вырезать и что-то там для чего-то использовать. В фотошопе, скорее всего, с растром работать удобнее. У нас же Adobe Illustrator векторная программа, а фотографии у нас растровые. Но, тем не менее, как вариант, можно вырезать и здесь, вот вам на вооружение. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока, всех люблю, целую.